В ролях Клаус Кински, Чен Ли, Карин Филд, Томми Полгар и другие. Композитор Маура Кьяри. Композитор Маура Кьяри. Композитор Маура Кьяри. О, пресвятая Дева, помоги этому человеку найти для нас воду. Найди нам воду, воду, почему не выходит? Да хватит, я же сказал. Тут в глубине есть какая-то жидкость. Палочка чувствует ее. Имейте терпение. Ну что, нашел? Вот здесь. Бедняга, иди сюда. Садись, отдохни. Садись, отдохни. Садись, отдохни. Есть вода, наконец-то. Вода, вода, слава тебе, господи. Успокойтесь. Успокойтесь. Фу, что за вонь, какая же она грязная. Река из преисподней. Тише, тише. Это нефть. Ребята, вам повезло. Ребята, вам повезло, вы богаты. Зачем нам нефть? Нам нужна вода. Идиоты, это же целое состояние. Теперь эта земля стоит миллионы долларов. Убирайся отсюда, шарлатан, мошенник. Уходи, проклятый, отправляйся в ад. Откуда пришел? Убирайся, мошенник, обманщик. И чтоб духу твоего здесь больше не было. Невежий, вот вы кто. Грубияные дураки. Вы должны благодарить меня, идиоты. Вы ничего не заслуживаете. Неблагодарные. Нефть. Ты уверен? Никогда в жизни не видел более черной и вонючей жижи. И я обнаружил человек с лазой. Это какой-то шарлатан. Странный тип, толстый, ездит на своей колымаге. Говоришь, земля сухая? Ни травинки не растет, камней выжженная земля. Я куплю ее за гроши. Займитесь этим. Конечно, сеньор Барнс. Эй, остучаться не надо. Простите, сеньор Барнс, но я знал, что Петро Гомес и его банды едут в Месса Рубиа. Удобный случай взять его. Отлично, расправься с ним, а потом гони мексиканцев из села. Хорошо. Одним выстрелом двух зайцев убьете. Дорогой Гедеон, Слияние Юпитера и Венеры должно было принести мне удачу. Ничего не понимаю. Что там такое? Пойдем, Гедеон? О, Боже, моя шляпа. Что творится? Конец света. Слава Богу, убрались. Как дела, Гедеон? Испугался, да? А я едва в штаны не наложил. Слава Богу, все в порядке. Ну, пошел. Гедеон, пошел. Спасибо, друг, что спас меня. Далась всем моя шляпа. Что тут еще такое? Черт возьми, плохая рана. Здравствуйте. Я хотел бы купить немного молока, овса для лошади и найти место для ночевки. Вы понимаете мой язык? Мы мексиканцы, они не понимают вас. Что вам надо? Здравствуйте, сеньоры. Мне нужно немного молока, овес для лошади и место для ночевки. Вам не повезло, юноша. И здесь у нас ничего нет, совсем ничего. Ну, тогда хотя бы воды. Ни капли воды здесь нет, а потому нет ни молока, ни овса и ничего другого. Это проклятая земля. А чем это так пахнет? Нефтью. Напасть на нашу голову. Появился какой-то шарлатан и вместо воды отыскал здесь нефть. Но, значит, вы богаты? Богаты? Да я же говорю вам, мы погибаем от голода. Кто тут главный? Тут нет главных. С кем же тогда говорить? Можете поговорить со мной. Так вот, убирайтесь отсюда и немедленно. Это еще с какой стати? Потому что это не ваша земля. Но мы родились и всегда жили тут, что это за новости? Зови всех. Забирайте свое барахло и выметайтесь отсюда. Даю час. Скажи всем остальным. Что происходит? Объясни им на своем языке, что требуется. Сеньоры говорят, что мы должны уйти отсюда. Но тут старики и дети. Куда нам идти? Почему они должны уходить со своей земли? А ты здесь при чем, желтая морда? Я вообще ни при чем, но мне кажется, это несправедливо. Без всякой причины выгонять людей с их земли. Причина имеется. И тебя не касается. КОНЕЦ 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 Уходим. Быстро. КОНЕЦ КОНЕЦ Спасибо, молодец. Будешь нашим гостем. Спасибо тебе. Спасибо за все. Спасибо. 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 Подумаешь. Сейчас постарайся лучше уснуть. Вот увидишь, завтра тебе будет лучшее. Ты не собираешься со мной сыграть злую шутку? Да ладно тебе. Держись молодцом и засыпай. Идиоты. Настоящие идиоты. Вам представился такой удобный случай, а вы ничего не сумели сделать. Мы уничтожили всю банду Педро Гомеса. Никто не спасся. А Педро? Где Педро Гомес? Мне нужен его труп, чтобы получить награду. Но мы... Тише. А что вышло с мексиканским селом? Какой-то китайоз за один расправился со всеми вами. Но я же вам говорю, так оно и было. И к тому же без оружия. Никогда не видел ничего подобного. Один без оружия уложил их всех на землю. Это не человек, а дьявол. Он сделал такие кульбиты. Невероятно. Об этом мы еще поговорим. Сегодня был плохой день. Идите спать. А завтра вы знаете, что вас ожидает. Верно. Завтра, 29 июля. Из Сан-Хуана отправляется дилижанс. И в этом дилижансе... Поедет новый судья Финней. Который заменит покойного судью Нортона. Вот именно. И ты, Джефф, знаешь, что нужно делать. План продуман во всех деталях. Если не справишься, ты знаешь, что тебя ожидает. Знаешь, что тебя ожидает. И тебя тоже. А теперь идите. Что ты делаешь с этими травами? Что? Настой, отвары, волшебные напитки. А ты интересный тип. Ты мне нравишься. С тобой хорошо. Столько всего знаешь, о чем я и понятия не имею. Это верно. Я многое знаю. Но знаю также, что вскоре нам придется голодать. Еда кончается. Надо заехать в какое-нибудь село и продать мои настои. А то будем жевать траву, словно коровы. Если меня увидят, мне конец. Мне конец, Билл. Да нет. Спрячу тебя в Колымаге, никто не увидит. А я мог бы уговорить хирурга сделать тебе операцию. Скажи, что ты мой родственник, и он ничего не заподозрит. Нет. Это слишком рискованно. И потом мне уже лучше. Я поправлюсь. Ты прав. Отвези меня в ближайшее село. Посторонись. Дорогу. Дорогу. Синьорина. Спасибо. Позволите, меня зовут Гарсия. Мануэль Гарсия. Вы тоже ездите в Глинвуд? Да. И путешествуете одна? Нет, с отцом. С идиофинеем. Ах, вот как. Багаж весь уложен. Да, все на месте, судья Финней. Спасибо, Шанхай. Возвращайся поскорей. До свидания, друзья. Не оставляйте свою землю. Держитесь. Тут богатство и удача для вас и ваших детей. Прощайте. До свидания. Возвращайся скорее. Да, мои господа. Я пришел сюда на площадь не для того, чтобы отнимать у вас время. Мои препараты раскупают по всему миру. С их помощью я лечу людей и животных. Для меня нет никакой разницы. У тебя без конца запоры? Мой как аторит заставит тебя всю неделю бегать в сортир. У кого-то понос, ложечка моего лекарства, и задница затянется паутиной. У кого-то воняет изо рта, глоток вот этого настоя, и рот станет благоухать, как роза. Зубная боль, женские болезни, глухота, мозоли. Я все могу вылечить. Живее, дамы и господа. У меня есть средства от всех болезней. Глотнешь за полчаса до и заряжай. Двадцать центов. А у меня все время болит голова. Только смотри, не ошибись дозой, иначе наоборот. Да. Послушай-ка. Ну что? У меня все время голова болит. Ну-ка повернись. Все время болит, представляешь? Все время не проходит безобразие. Держи. Двадцать центов. Ложечку перед едой. Однако не забывай открывать на всякий случай окна. Подходите, подходите. Для всех найдется лекарство. Болезни не заглядывают в кошелек. Настягают и богатых, и бедных. Уверен, что у вас прострел. Ноги затекли, пока ехали. Синьор, судья чувствует себя отлично. О, судья. Простите, а я думал, ты прав. У меня прострел, но, к счастью, в легкой форме. У меня есть для вас отличное средство. Вотрите в больное место и боли, как не бывало. И в подарок духи для девушки. Это моя дочь. Какой любезный. Спасибо. Спасибо, до свидания. Счастливого пути. Подходите, подходите, дамы и господа. У меня есть средства от всех болезней. Прошу, у кого вши, болят колени или глаза, я всех готов выслушать. Подходите, сеньоры. Сеньор Барнес, я закончил. Хотите, почитать? Да. Да. Все хорошо. Сейчас он должен быть в кондоре. Вперед. Вперед. Девушки отдыхают Лошадь пришлось убить Не подвезете до ближайшего села? А куда едешь? Надо бы в Тускот, но сойду там, где смогу купить лошадь Ладно, садись Всем не с места Не двигаться Выходите все Выходите быстро Шевелись И ты вылезай живо Пошли Все вышло неплохо Еды у нас теперь хватит на неделю Куда поедем? В горы? В долину? Может, к какому-нибудь красивому озеру? Больше не буду досаждать тебя Ты про что, Педро? Это конец, друг мой Конец Да что ты несешь? Подожди Сейчас дам тебе кое-что И сразу встанешь на ноги Текилу Текилу Дай мне глотнуть текилы Все равно теперь уже ничего не поделаешь Прошу тебя Дай мне умереть в хорошем настроении Хорошо, дружище Как хочешь О, пей Только медленно 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 Не спеша Не спеши, не торопись Вот это лучшее лекарство Нет сил даже говорить Наклонись ближе Хочу сказать тебе что-то очень важное Ты единственный человек, который дал мне что-то, не потребовав ничего Взамен Ты скрасил мои последние дни, самые прекрасные в жизни Я хочу отблагодарить тебя Я был партнером Барнеса Он теперь важная персона Я объявил вознаграждение за мою голову Потому что боится меня Я для него слишком опасный свидетель Вот Все мое богатство Здесь тысяча долларов И я оставляю их тебе Передай мое тело шерифу Педро Педро Послушай Мне кажется, тут что-то не сходится Здесь не хватает 200 долларов Но эта же цифра стоит и здесь Прибыл дилижанс Охранник ранен На нас напали бандиты Помогите ему, помогите Где шериф? Где шериф? Я здесь Вы шериф Фильсон? Да Я судья Финней Извольте объяснить, почему вы не послали людей, чтобы встретить дилижанс и сопровождать его? Но постановление касается только тех городов, где есть волнение А у нас тут все спокойно Мне жаль, что вы проснулись именно сегодня Что случилось? Синьор Барнес На нас напали, вот что случилось Судья Финней? С собственной персоной Добро пожаловать, синьор судья Меня зовут Барнес Пат Барнес Мне очень жаль, что такое случилось, поверьте Но в Глинвуде такого еще не было Нам повезло, что там оказался этот поразительный человек Он спас нас, не сделав ни единого выстрела Иначе мы не стояли бы здесь Папа, багаж выгрузили Синьор Барнес, моя дочь Кэрол Добро пожаловать в Глинвуд, мисс Шериф Проводите синьора Судью в его новый дом Да, синьор Прошу вас Синьорина Кэрол, могу я навестить вас? Буду рада Дайте нам хотя бы расположиться на новом месте Конечно, синьор Это мой чемодан Тысячу долларов получит тот, кто доставит живым или мертвым бандита Педро Гомеса Черт возьми У меня нет денег, чтобы похоронить тебя А ты был так великодушен со мной Это твоя последняя воля Не так ли? Ты уже умер, тебя не могут повесить Пошел, Гидоон Пошел Идиот, можно узнать, что случилось? Этот китаёза Какой еще китаёза? Все шло по плану Осталось только убрать Судью Как вдруг он набросился на нас и уложил всех? Мне удалось бежать Во время драки китаец видел в лицо тебя и твоих приятелей? Да Думаю, видел В таком случае тебе нужно немедленно убраться из Глинвуда Разумеется И давай-ка, поторопись Ты заслужил только хорошего пинка под зад Но я, к сожалению, великодушен Шериф Да нет же, ты корова, а не танцовщица Эй, где сеньор Барнес? Сеньор Барнес в своем кабинете Где он еще может быть? Дурацкий вопрос Спасибо, сеньор Руки вверх Вот так, спасибо 66 96 Ай-яй-яй И почему метры делают такими короткими? Может, этот подойдет? Этот сеньор не человек Это гора Ох Извините Это взорвется Зачем вы отдали ему вознаграждение? Надо было сначала предупредить меня Кроме того, вы уверены, что это действительно Педро Гомес? Нет никакого сомнения Пуля в желудке Не думаю, что его убил этот толстяк Спасибо, шериф Можете идти Мне жаль До свидания Скорее всего Скорее всего, его ранили наши Этот шарлатан, наверное, нашел его где-то мертвым А может, еще живым И Петро рассказал ему Этот человек опасен Позабудь о нем Извините, сеньор Мой славный друг Пора тебе уже на пенсию Добрый день, сеньор Сеньор Это я, сеньор? Конечно Хочу предложить выгодное дельце Я собираюсь уехать из города по служебным делам И хотел бы продать свою лошадь Хороший случай Верховую? Чистогровный жеребец Нет Это было бы подло с моей стороны Несчастное животное Знаете, сколько я вешу? 150 килограммов Я же сломаю ему хребет Знаете, что мне нужно? Хорошая ломовая лошадь с красивой коляской Вот чего я хочу У меня такая есть Поехали со мной На что я вам говорил? Смотрите, какая послушная Управляете словно перышком Вы уверены? Дайте ко мне на минутку, Войчи Но что вы делаете? Хочу, чтобы вы проверили рессоры на каменистой дороге Ха! 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 КОНЕЦ 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 Веревка готова Слепи, я больше не могу Ну так отойди, приятель Бросай оружие Ну-ка, помоги ему А ты неси воду Дай ему Пей, приятель, пей Пей, приятель 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 Пей Пей Это ты? Спасибо. Это мой долг. Но как вы оказались тут и в такой час? По правде говоря, захотелось что-нибудь положить в рот, и на кухне нашлась кубятина. Остались уже только три или четыре ножки, как вдруг я услышал какой-то шум, а тогда... Спас мне жизнь. Зато мы квиты. Кстати, почему бы тебе не научить меня этим твоим фокусом? А, Э, И, О, У, У, которые ты вытворяешь своими руками и ногами. А я научу тебя обращаться с этой штукой. Да, все. Идет, согласен. А вы уверены, что это были люди Барнеса? Абсолютно уверен. Там был его адвокат. Эта земля не приносит никакого урожая, только зря пот проливаем. А этот китаец уверил нас, что теперь она принесет нам деньги. Если верно, что там есть нефть, то тем более есть смысл защищать ее от Ла Барнеса. Недавно в Глинвуд приехал новый судья, и говорят, это порядочный человек. Да, папа, это честный и мужественный человек, слава богу. Может, теперь мир и справедливость вернутся в этот город? Нет, руку нужно напрячь. Вот так, пальцы вместе, вот. Глубоко вдохни. Хорошо. Ну, давай финт шеи и удар в живот. Да, только не двигайся. Не буду. Готов? Иди. Иду. Иду. Ну и как, маэстро? Лучше, однако запомни, должен нападать противник, а не ты. Сигару? Нет, благодарю. Насколько мне известно, сеньор Барнес, вы приехали в Глинвуд пять лет назад. Совершенно верно. И тогда были простым посредником в сделках по купле и продаже земли. Не понимаю, к чему вы клоните. За пять лет вы, сеньор Барнес, стали владельцем всех окрестных земель, и нет такого предприятия в Глинвуде, к которому вы не имели бы отношения. В этом городе, сеньор судья, свободная инициатива, принималый, согласен поддержке, удачи, не является преступлением. У меня были, как говорят в таких случаях, чутье, нюх и интуиция. О, да. А вы никогда не слышали о законе, за него голосовал Конгресс Соединенных Штатов, который касается незаконного обогащения, особенно применительно к недавно аннексированным территориям. Мой дорогой судья, все мои сделки безупречны с точки зрения закона. Они были составлены адвокатом Джонатаном Смитом, который был не только моим юристом, но и служащим городского кадастра. И с помощью вашего предшественника, судьи Нортона, зарегистрированы в суде города Санта-Фе. О, я имею в виду не контракты. С ними как раз все в полном порядке. Я имею в виду способ, с помощью которого вы получили эти контракты. Есть тут, например, некий сеньор Рамон Гарсия, который говорит, что ему контракт навязали с помощью не совсем, скажем так, коммерческих приемов. И он подает на вас в суд. Сеньор Гарсия не в силах выполнить свои обязательства и пытается мутить воду, выдвигая нелепые и смехотворные обвинения. Именно это мы и рассмотрим в суде, сеньор Барнесс. Как вам угодно. Папа! О, извините, я не знала. Здравствуйте, сеньорина. Папа, разреши мне сходить в город за покупками? Думаю, мы закончили разговор. Я могу идти, сеньор судья? Да, сеньор Барнесс. Всего доброго. Сеньорина. Папа, я могу сказать тебе что-то? Конечно, дорогая. А мне этот сеньор Барнесс кажется джентльменом. Вот именно, кажется. А вы что здесь делаете? Судья прислал за мной. Зачем? Откуда мне знать? Осторожно, адвокат. Фене хитрая лиса. Лучше бы он не приезжал сюда. Да, было бы намного лучше. Уж не боитесь ли вы его? Я? Нет. Почему я должен его бояться? Сеньорина, я знаю, вы собираетесь в город. Позвольте вас подвезти. Спасибо. Я предпочитаю пройтись пешком. Этот прелестный наряд и эти чудные туфельки запылятся. Дорога здесь ужасная. Вы самая красивая девушка, какую я когда-либо видел. Ваш отец плохого мнения обо мне. Надеюсь, он сможет изменить его еще и потому, что я восхищаюсь вами, сеньорина Кэрол. Можно остановить? Я приехала. Спасибо. У вас есть все для того, чтобы стать первой леди в этом городе. Спасибо. Здравствуйте, сеньорина. Приехали за покупками? Да. Все в порядке? Да, спасибо. Правда? Могу вам чем-нибудь помочь? Проводите меня. Конечно. Обслужите, сеньорина. К вашим услугам. Нет-нет, я все решительно отрицал. Но судья Афиней говорит, что все жители этого мексиканского села готовы свидетельствовать, что видели меня в тот день. Напрасно отрицали адвокат. Надо было сказать, что оказались там проездом случайно. Я знаю, но судья задавал такие вопросы. Я предупреждал вас, что он очень умен. Так что теперь ему известно об этом деле с нефтью. Я ничего не сказал ему. Прибыли новые люди, они готовы на все. Плохие новости? Нет-нет. С нашим славным и таким ловким адвокатом судья останется только локти кусать. Спасибо, адвокат. Спокойной ночи. Спокойной ночи, сеньор Барнес. Мое почтение. Что случилось? Он в штаны наложил от страха. Кто знает, что он наговорил судья. Но адвокат Смит – надежный свидетель. Только покойники бывают надежными свидетелями. Сеньор опять выиграл. Спасибо. Прошу вас. Спасибо. Хватит. Нельзя слишком много требовать от удачи. Спасибо. Сеньор опять проиграл. Сеньор опять проиграл. Прошу вас. Да что же это такое? С такими костями никогда не выиграешь. Почему? Потому что они меченые. А ну, верни мне мои деньги. Что? Верни деньги. Открой рот. Как всегда, Кан-Кан. А ну, верни! Companies от него... Кан-Кан. У-у-у. А-неприк. А-неприк. Вы нажали. С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-s-с-s-с-с-s-s-с-с-s-с-s-s-s-s-s-s-s-s-s! Дай ко мне. Дай ко мне. Повторим? Почему бы и нет? Дай ко мне. 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 Я в опасности и прошу шанхайского Джо помочь мне. Жду завтра у трех дубов. Адвокат Джонатан Смит. Адвокат Джонатан. У него сломан позвоночник. У него сломан позвоночник. И это сделал ты. Нет, это не так. До одним из твоих ударов. Что вы делаете? Он убил адвоката. Он убил адвоката. Мы повесим его. Адвоката убил? Да, это он сделал. Если он виноват, надо отдать его под суд. Повесьте его своей властью. Вот именно. Это в моей власти. Что происходит? Его обвиняют в убийстве адвоката Смита. На Западе существует только один закон. Смерть за смерть. Остановитесь. Остановитесь. Я приказываю прекратить экзекуцию. Но все жители требуют немедленной расплаты. Вот это, по-вашему, все жители? Закон в этом городе представляю я. И только я имею право выносить приговор. Вот этот человек обокрал меня и пытался убить. Хватит. В этом тоже разберемся позднее. Шериф, отправьте предполагаемого преступника в камеру. Пусть он там ожидает судебного заседания. Нет, повесим его. Всем замолчать. Приготовьте нормальную виселицу. Приговор будет приведен в исполнение после судебного заседания. Повесим его сейчас же. Иди сюда. Посмотри, Карл. Вот эта вся земля была нашей. Пока Барнес не отнял ее с помощью своих грязных махинаций. Вон до того холма. Завтра будет суд, и мой отец сумеет во всем разобраться. Я очень надеюсь на справедливость и неподкупность твоего отца. И когда нам будет возвращено все отнятое, и тогда... Что тогда? Я бы попросил у твоего отца то, что мне так дорого. Но ты сам сказал, что мой отец неподкупен. Что же ты хочешь попросить у него? Твоей руки. Я возьму корзинку, и тогда он говорит мне. Добрый день, синьорина. Я хотел бы поговорить с вами. Оставь нас. Вы здесь совсем недавно. И не знаете людей, живущих в этом городке. Вам не стоило бы встречаться с молодым Гарсио. Его семья разорена, и на краю гибели. Вы могли бы рассчитывать на куда более серьезную партию. А завтра будет бессмысленное заседание суда. Я уверен, никто не будет свидетельствовать против меня. Никто не осмелится свидетельствовать против меня. Потому что единственный человек, который мог свидетельствовать против вас, умер сегодня ночью. Но мертвые бывают предусмотрительными. Джонатан Смит оставил мне показания в письменном виде. Судья, увидимся завтра в суде. Конечно. Только вы будете сидеть на скамье подсудимых. Я всегда в вашем распоряжении. Синьорина. Пакита, проводи синьорину. Кэрол, возвращайся домой. У меня еще дела. Да, синьор. Синьор, судья. Завтрашнее судебное заседание будет очень коротким. У меня есть доказательства виновности Барнеса и его банды. Но вы понимаете, что вы обвиняете человека, которому обязан весь город. С тех пор, как приехал Барнес, здесь все изменилось. Конечно. Он отхватил себе львиную долю всего. Пришло время покончить с Барнесом. Вот ордер на его арест. Но я... Вам не нужно ничего опасаться. Теперь тут есть я. Ну как он? У него лихорадка, и он сейчас спит. Повесим, а он даже и не заметит. Даже неинтересно. Не спускай с него глаз. Спокойной ночи. Повесим, а он сейчас спит. Ну что, уже ангелочки снятся. Еще несколько часов и сам полетишь к ним. Субтитры создавал DimaTorzok Шанхайский джо. Это я. Это Билл. Это Билл. 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 Давай. Быстрее. Что такого случилось, что нужно будить меня среди ночи? Я привел собой человека, который будет чувствовать себя в безопасности только под вашей защитой. Но вы же должны быть в тюрьме. Это я вытащил его. Там самое надежное место. Самое надежное, чтобы попасть на виселицу. Вы сомневаетесь в его невиновности. Я? Только этого не хватало. Я хотел сказать нет, нет, но вы поступили очень плохо. Но раз вы на свободе, может, захотите помочь следствию? Я дал шерифу ордер на арест Барнеса, но боюсь, что шериф в одиночку не сумеет этого сделать. Вы поможете ему? Нет, нет, нет. По правде говоря, чем дальше от закона, тем лучше я себя чувствую. Хорошо, сеньор судья, как скажете. Мы поможем шерифу. Ты с ума сошел? У тебя на шее еще видны следы от веревки. Тебе мало досталось. Эй, ты! Доложи обо мне сеньору Барнесу. Сеньора Барнеса нет, он за оградой на холме. Ясно. Вперед. 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 Давай, прыгай! Прыгай! Привет, шериф. Барнес, вам придется поехать со мной. Что еще за новости, шериф? Отдайте пистолет и следуйте за мной. Вы не поверите, но я очень люблю эту игрушку. Эти игры мне не нравятся, Барнес. Отдайте пистолет. Вы с ума сошли? Прочь с дороги, пока я не потерял терпение. Прочь? Я долгие годы терпел ваши притеснения. Был под лицом, слабаком. Но теперь хватит. Можете даже убить меня, но для вас это конец. Быстро на ферму! Шериф. Ничего, пустяки. Но вы... Вас же отправили в тюрьму. Да, я был там. Сточите дальше, а ты поедешь со мной. Не волнуйся, дорогая, все будет хорошо. Сточите дальше, а ты поедешь со мной. Синьорита! Синьорина Кэрол! О, боже! Двадцать пять центов за повешенного китайца. Модная игрушка. Покупайте, мамаши. Отнесите домой на радость вашим детишкам. Всего двадцать пять центов за повешенного. Выгодной дельце. Чего же делаете, мамаши? Покупайте модную игрушку. Помогите. Помогите. Меня заперли в камере. Не нужно оставить виселицу. Заключенный убежал, удрал. Ну неужели никто не слышит меня? Помогите. Помогите. Здравствуйте, синьор судья. Меня зовут Гарсия. Очень рад. Слушайте, слушайте все. Шанхайский Джонни виновен. Барнес разоблачен. Это убийца и преступник. У меня есть ордер на его арест. Но мне нужна ваша помощь, чтобы взять его. Нужны волонтеры. Барнес сделал все для этого города? Это верно, верно. Я охотно пошел бы. Да только скорее буду помехой, чем помощником. Идти против Барнеса значит остаться без работы. Барнес убийца. И вы боитесь обвинить его? Айуто, синьор Джудыш, айуто! Синьор, на помощь, синьор судья, на помощь! О, Господи, синьор судья, они похитили вашу дочь! Что? Синьор Барнес увез ее. Я с вами, шериф. Мы тоже с вами. Мы хотим справедливости. Справедливость – дело закона. Законы Барнеса, как было всегда. Найдется закон и против Барнеса. Идемте. Барнес, откройте! Барнес, приказываю вам открыть. Барнес, откройте! Не все умеют держаться с достоинством, когда проигрывают, но я умею. Мануэль влюблен в тебя. А кто не влюбился бы в такую очаровательную девушку, как ты? Я мог бы сделать из тебя королеву. Я могу купить все, что пожелаю. Но есть вещи, которые нельзя купить, потому что они не имеют цены. Именно это и сводит меня с ума, не дает мне покоя, и тогда я краду их. Барнес, все кончено. Выходи! Сейчас ты спасешь мне жизнь, и она будет принадлежать тебе. А если нет, то мы насладимся последними мгновениями нашей любви и умрем вместе. Это будет такой восторг. Идем, не бойся. Мануэль! Кэрол, со мной ничего не случилось. Мануэль! 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 КОНЕЦ 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 Я не хочу убивать тебя, Бернес. Я отдам тебя в руки правосудия. КОНЕЦ Гадкая желтая морда. КОНЕЦ КОНЕЦ Справедливость восторжествовала. Поздравляю. Спасибо, шанхайский Джо. Молодец. Спасибо за все. Но я-то ничего не сделал. Спасибо и тебе, Билл. Наконец-то и в Глинвуде можно будет жить и работать спокойно. Спасибо. Дон Рамон. Синьор судья. Я хотел просить у вас, понимаете... Мы хотели просить. В общем... Я согласен. Я тоже. Я ухожу, Билл. А ты что будешь делать? Ну... Если не возражаешь, я бы отправился с тобой. Не уверен, что захочешь после того, как увидишь вот это. Разыскивается за мошенничество. Откуда у тебя это объявление? Федеральный агент обязан иметь при себе фотографии разыскиваемых преступников. Я знал, что еду в логово зверя, и знал, что Барнес постарается избавиться от меня. Вот почему я получил разрешение взять в охранники лучшего федерального агента штатов, присутствующего здесь... замечательного шанхайского джо. Пуф! Пуф ты, полицейский! Ты очень помог закону, поэтому с тебя снимается обвинение. И потом, это лекарство, которое ты дал мне, очень помогло. Нет ли у тебя еще флакончика? Конечно, есть. Отлично! Ну, так идешь со мной или нет? А еда будет каждый день? Два раза. Но нет, ни за что не пойду с тобой. Прощай, грязный полицейский. Ладно, мне туда, прощай. А мне туда. Прощай, китаец, прощай. Прощай. Да куда ж я пойду один? Эй, шанхайский джо, подожди. Подожди, Шанхай. Подожди меня. Фильм переведен и озвучен отделом дублирования телерадиокомпании Петербург, Пятый канал. Петербург, Пятый канал. Петербург, Пятый канал. Редактор субтитров М.Лосева Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok